Меня зовут Лотош Ольга, я тоже из организации «Врачи детям». Основная цель нашего приезда сюда – это создание игры для детей, чтобы они могли узнать, как вести себя в ситуации насилия над ними, или если они стали свидетелями жестокого обращения по отношению к кому-то другому в школьной среде. Как я уже вчера рассказывала, проблема буллинга очень распространена, каждый второй подросток сталкивается с этой ситуацией, соответственно, наше предложение очень актуально для несовершеннолетних. И основным механизмом, который мы решили использовать для решения этой ситуации, это создание такой игры тренажера для детей, которая позволит смоделировать для них ситуацию различных ситуаций насилия, с которыми они могут столкнуться в школьной среде, ну и, соответственно, расширить их репертуар действий, как они могут реагировать в каких ситуациях. Сейчас я вам покажу, что нам удалось создать. Это я чуть позже скажу. Нет. Собственно, мы приехали сюда только с идеей, и по большому счету все, что нам удалось разработать, сейчас вы увидите. Ну, когда-нибудь это произойдет. Собственно, эта игра называется Bullion Free Zone. Здесь мы дадим детям возможность принимать решения в различных игровых ситуациях по выходу из ситуации насилия. Ты слишком быстро листаешь, я не успею рассказывать. Собственно, мы даем небольшую информацию о том, что такое насилие, предлагаем детям самим пройти тест и выбрать из различных ситуаций, что же является ситуацией буллинга, что не является ситуацией буллинга. За это они будут получать определенные баллы, их персонаж будет развиваться, бла-бла-бла, и все очень интересно. Также они могут выбирать различные ситуации различных персонажей. И, собственно, основная идея этой игры, что ребенок является экспертом в этой теме, и нажав на какое-то изображение, которое ему интересно, будет проигран ролик какой-то ситуации насилия, и он будет принимать решение для того, чтобы помочь главному герою выйти из этой ситуации. Соответственно, будут предложены разные варианты выбора, к которым он сможет возвращаться и присмотреть новый сценарий действия. В каждом выборе его будет появляться комментарий эксперта, психолога, который будет говорить, в чем плюс и в чем минус данного поведения. Но я старалась успеть. Самое главное, что в конце, когда ребенок прошел игру, у него будет возможность, будут предложены варианты, как он может получить поддержку, в том числе и на нашем основном сервисном сайте. Что-то не слышно, что помощь рядом, РФ, где психологи онлайн поддерживают детей. И ребенок может кликнуть на баннер, тут он еще пока у нас не сделан, но пусть это будет он. И таким образом поддержать других детей, которые тоже столкнулись с буллингом, и увидеть, сколько уже детей тоже прошли эту игру. А как нам вернуться к презентации? Вы не вычитывайте это время, пожалуйста. Это технические неполадки. Из нашего опыта мы очень давно работаем с детьми и подростками, и мы столкнулись с тем, что нет адаптированных для подростков информационных материалов. Поскольку мы проводим и очные тренинги с детьми, и оказываем помощь онлайн, отсутствие вот таких интерактивных, дидактических, методических материалов, это серьезная проблема. Вот наша целевая аудитория. Это подростки, школьники от 11-15 лет, русскоязычные, пользующиеся интернет, и в том числе это подростки, пострадавшие от насилия. Да вы что? Вы вычли это время? Да вы что? Вот нам требуется веб-дизайнер, художник, финансовая поддержка. Наш плюс, что мы крупная профессиональная организация, у нас есть постоянное финансирование проекта помощь детям пострадавшим от насилия, у нас есть штатный программист, психологи, контент-менеджеры, мы занимаемся краудфандингом. Что мы сделали? Мы нам помогли как-то въехать и разработать концепцию нашего проекта, прописать сценарий, продумать варианты дизайна, который будет интересен подросткам. И самое главное, мы нашли здесь единомышленников. Спасибо за внимание. Субтитры был Игорь Негода. Субтитры подогнал «Симон»